Помимо нескольких педагогов и предпринимателей, собственно, весь коллектив состоял из меня и моих студентов, которых под конец набралось человек 30, но поначалу их было десятка-полтора, и это были третьекурсники Высшей школы экономики. Мы начали с ними, когда они были первочками в 1996 году, в 1999 мы учредили Центр корпоративного предпринимательства. Я сначала покажу вам, что получилось из этого спустя два года, а потом кратко расскажу, в чем состоит эта работа, и предложу вам добровольно поучаствовать в формировании этого коллектива, потому что если мы здесь собираемся запустить модуль подготовки предпринимателей для проектов, то сама эта работа является тоже проектом. Ну, метаматематики сказали, что это метапроект, но неважно, метатеория – это теория. И это был действительно суперский проект, и все, кто в нем участвовали, за редким исключением, они сейчас, в общем, неплохо смотрятся. Так, тут лазерная указка работает, да? Какая это кнопка? Не знаете? Осторожно. Вот это. Так, не вижу. А, да, я чувствую, что самолет падает. Но товарищ Путин еще тогда был товарищ Путин, поэтому это буклет программы тысячи предпринимательских кадров. Мы выпуслили на нее в 2001 году, то есть спустя два года после начала проекта. Поэтому кадры уже готовились успешно, и люди уже работали в проектах. Все было довольно быстро. Взрослых два человека потом присоединились, но они просто образовывали интерфейс с тяжелым административным финансовым аппаратом университетовой школы экономики, который тогда потрясал своей бюрокартией, а других, наверное, не бывает. Поэтому всю работу творческую и рутинную делали студенты. У нас, в общем, образовался офис, был какой-то бюджет. Это можно потом объяснить. Это известный советский плакат. Ведь кадры решают все, товарищ Берия. А что получилось из этого проекта? Что он из себя представлял, когда это была общероссийская программа? Собственно, было там несколько базовых групп студентов, участников, каждая из которых занималась своим делом. Одна занималась отбором проектов. Безносительно к стажерам, предпринимателям. Просто искали хороший проект. Сейчас этим кто только не занимается. Тогда, кроме нас, по просторам отечества в поисках проектов рыскали, наверное, единицы какие-то. Вторая группа занималась отбором предпринимателей. Вещи не связаны. Может быть, гениальный предприниматель, но у него нет подходящих проектов. Может быть, гениальный проект, но у него дефицит команды. Третья группа работала со студентами. Это был студенческий деканат. Они разными методами отфильтровывали, креативными и иными. Примерно одного из 15 приходящих студентов выше школы экономики. А потом к нам присоединили студенты других вузов. Уже тогда появился физтех в ограниченном количестве. Ну и еще команда была, которая занималась сайтом. Тогда это была большая сложная техническая проблема. Вот это было непросто. И еще ряд служб. Не важно. Как выглядела программа? Я просто буду листать буклет и не пытаться сделать систематическое вложение. Нам это не нужно. Чтобы объяснить, что может получиться из подобной работы, и какую роль играли там студенты, и кем они стали. Так, если я правильную кнопку нажимаю, наверное, вот это, да? Да. Вот это отцы-основатели или учредители проекта. Несколько слов. Это Александр Шмеляков, которого мы имеем счастье здесь видеть иногда. Я надеюсь, он на сегодня приедет. Это Алекс Захаров, который, Александр, который тогда был президентом ММВБ. Сейчас он является вице-президентом товаро-торгово-промышленной палаты России и отвечает за предпринимательство, как раз он там недавно. До этого он был некоторое время заместителем Грефа, одним из заместителей Грефа в Сбербанке. Этого типа я где-то видел. Это Глеб Павловский, который тогда и сейчас является президентом Фонда эффективной политики. Это Сергей Попов, один из ведущих методологов. Это большой четверки, как принято говорить, тех, которых рукоположил старший Чедровицкий. Это, собственно, Попов Сергей. Это Громыко. Это Петр Чедровицкий, сын, и четвертый умер недавно. Он не публичный человек, замкнутый, не очень контактный и не любит текстов. Он проводит совершенно замечательные деловые игры. Это Игорь Морозов, который работал тогда, по-моему, в Совете Федерации. Он был сенатором, а сейчас он заместитель, руководитель федерального агентства под названием «Россотрудничество». И это Валерий Фадеев, который тогда и сейчас являлся тем, чем является. А именно, ну тогда он был просто главный редактор эксперта, а сейчас он является гендиром холдинга эксперта. Собственно, там еще есть русский репортер, еще есть телеканал эксперта и так далее. Ну, в общем, тем не менее, как видите, даже как ни странно, все в основном живут целы. Это слоган тогдашний. Предпринимательство, новое слово, новое сословие и новое ремесло. В принципе, к сожалению, спустя 10 лет это предпринимательство остается по-прежнему довольно-таки новым словом, уже опошенным новым сословием, еще не созданным, и новым ремеслом, который по-прежнему в значительной степени ручной, рукодельный, и мы только-только пытаемся его технологизировать. К чему мы стремились и тогда. Следующая страничка. Это педагоги. Вячеслав Леонид Глазычев весьма известный, можете его в интернете посмотреть. Один из наших ведущих специалистов по городам, но сейчас он весь в титулах. Он заведует какой-то кафедрой или факультетом в Академии народного хозяйства. Он по-прежнему, надеюсь, профессорствует в архитектурном институте, и еще занимает кучу постов в общественной палате и в прочих местах. Часто видно по телевизору. Олег Ильич Генесарецкий. Он один из руководителей института философии. Тогда и сейчас он по-прежнему доктор наук, жив в целом, слава богу. О нем есть даже спектакль, моноспектакль, где он играет роль главного и единственного актера. И недавно он то ли на днях проводит, то ли уже провел стартовую лекцию в открытом университете Сколково по поводу предпринимательства. Владимир Малявин, который по-прежнему профессор Тамканского университета на Тайване, который, слава богу, часто приезжает сюда, и вместе с нами параллельно он читал лекции этой весной и летом в открытом университете Сколково. Я надеюсь, мы сюда его притащим. Один из, может быть, крупнейших китаистов современности, который китайский и все диалекты знают лучше, чем китайцы. Значительно лучше. Но русский тоже, слава богу, знает. Он автор 40 примерно книг по поводу его истории Китая. Это Волков Александр. Он и тогда, и сейчас был самым крупным специалистом по разнообразным корпоративным захватам, а также взяткоемким схемам, ведущий эксперт по этим вопросам. В этой части он один из членов экспертного совета, журнала «Эксперт», и часто выступает по этой проблеме. Сейчас, по-моему, он затасковал и то ли надолго, то ли на совсем съехал за границу. Петр Щедровицкий, который за это время успел кем только не побыть, в том числе одним из руководителей «Росатома», и сейчас он замдиректора Института философии. Это педагоги. Вот предыдущие были отцы, основатели и заказчики. Дальше сейчас начнут появляться студенты. Вот студенты, которые тогда составляли команду. И Юра Васильев, тогда они в основе третикурсники высшей школы экономики. Юра Васильев сейчас генеральный директор особой экономической зоны «Зеленоград». Лена Бондаренко, один из ведущих управленцев в школе «Сколково», не в фонде «Сколково», в бизнес-школе «Сколково». Это Борис Хабот. Я не знаю деталей, но одно время он руководил довольно крупным интернет-магазином с многомиллионным оборотом. По-моему, они немножко остановились в развитии, но не упали. Денис Ковалевич сейчас является директором ядерного кластера «Сколково», а до этого был директором развития «Росатома». Лена Яковлева последнее место службы «Росгидро». Она была одним из руководителей кадровой команды «Росгидро», но сейчас она высиживает младенца дома. Ничего не знаю про Ивана Ватвеева, он самую бурную карьеру сделал. Он уже на третьем курсе стал советником одного из членов правления РАО. Немножко по этому поводу зазнался. Поэтому он стремительно взлетал, потом падал и потом, по-моему, где-то за границей жил. Это, собственно, по поводу карьерных перспектив тогда. Это партнеры, но Кузьминов, который был и остался ректором вышедшки. Это Борисов Сергей Еринадьевич, который остался президентом «Опоры». Толку от них никакого не было и тогда, и сейчас. Но человек он хороший. Кузьмин уже на пенсии, он тогда был представителем Сбербанка, и мы со Сбербанком сделали тогда самый первый образовательный кредит. Очень комфортный для выпускников нашей программы, когда любой наш выпускник в городе Чебоксары мог закончить модуль, пройти проектные сессии. И, живя тогда в Чебоксарах приличную относительную зарплату 250 долларов, за три года с успехом вернуть этот кредит. И ему еще оставалось на жизнь. Самсонов не знаю, где сейчас, но мы по-прежнему сотрудничаем с этой организацией. Это замечательная ассоциация выпускников президентской программы. Тогда я говорил, что программа так себе, даже крепче выражалась, а ассоциация выпускников очень классная команда. И они с нами виртуально присутствуют, мы с ними еще будем сотрудничать. Ассоциация выпускников это 40 организаций, очень энергичных, во всех субъектах федерации, 40 вялых, где 30-40-летние менеджеры, которые закончили президентскую программу, имеют амбиции, хотят жить, работать, продолжать сотрудничать. У них у всех есть свои проекты. Кстати, возможно, они изобразят из себя одного из партнеров и, может быть, даже базового кафедра, но я немножко опережаю. Пока мы с ними вместе делаем MBA. С ними вместе и с Вистехом. Любимов остался тем, кем является. Вячеслав Игрунов, который тогда был одним из лидеров партии «Яблоко», а потом создал отдельную партию «Слов». И Олег Рожжнов, который сейчас, по-моему, является заместителем министра по молодежи. Министерство вот этого, монстрозного министерства спорта, молодежи, там еще чего-то, туризма. Я просто листаю, потому что там еще студенты есть. Ну, это те, для кого первые проекты были сделаны. Там надо будет, расскажу. Как мы потом... Вот еще одна группа наших студентов. Про всех не буду, я сейчас начну торопиться немножко. А Анна Рыжова, которая сейчас уже член правления Реновы, она руководит всем кадровым модулем Реновы. Дитковского Евгения, вы здесь увидите. Он делал, в частности, магазин готового бизнеса. Есть такой делашок, довольно известный бизнес. Сейчас он занимается рядом своих проектов, и здесь он их представит, ну, там, не знаю, через 2-3 недели. Значит, не поддерживая постоянных контактов с Сергеем, но я знаю, что по-прежнему он сотрудничает с ассоциацией менеджеров. Он одно время там был то ли руководителем, то ли аппаратом, то ли замом. Ну, наконец-то, Лев Третьяков, вот я не знаю, как можно увеличить. Можно увеличить изображение на этом редакторе? Где этот плюсик? Так, и где он? Наверху? А, внизу? Так, где? Не вижу. Так, здесь? Еще? Может быть, кто-то мне... Может, вы мне поможете просто? Я ее не вижу, а программу этого не знаю. Надо просто увеличить лицо Льва, которое здесь уже было, проводил мастер-класс, чтобы вы поняли, что когда он начинал, он был, в общем, моложе большинства присосочек. Попробуйте ее. Так, надо поднять. Наоборот, наоборот. Он в самом низу, он здесь. Так, 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 так. Вот Лев Третьяков, который, за которым тогда была мрачная слава юного агрессивного рейдера, вот, и корифея Гринмейла, который сейчас и является довольно крупным руководителем группе компании РО. Ну, кажется, все. Вот здесь есть три сайта. Как ни странно, они до сих пор работают, хотя они уже долгие годы не обновлялись. Этот сайт ЦКП, CKP.ru, этот сайт Первого национального фонда кадровых инвестиций. Там все работает, и можете посмотреть, как это тогда было устроено, идеологии, технологии. И это была программа Дефис.ру.нет русской университета революции управляющих, которую мы сделали при подготовке гражданского форума. Зачем они работают, я не знаю, но в принципе это такое как бы наглядное пособие. Итак, мы хотели бы сформировать команду из участников курса, и поэтому ну, наверное, координировать этот процесс будет Елизавета. Здрасте. Спасибо большое. Я как раз дошел. Вы только что вошли, да? Я как раз рассказал, как работала команда ЦКП, чего она делала, до чего она дошла. И поэтому, если кто-то из вас готов попробовать себя в этой деятельности, то координируйтесь с Елизаветой. И как только образуется инициативная группа, хотя бы из одного человека, но лучше, конечно, из трех, мы немедленно встретимся, и я начну передавать вам ноу-хау. То есть все технологии, документы, программы, все, что есть, как это работало. Ну, я не против, если там кто-нибудь с преподавателем будет, я не знаю, или кто-нибудь, кто сейчас в онлайне. Совершенно не против, если физтехник будет изражать. Все технологии, все ноу-хау будут переданы быстро, бесплатно, без предварительных условий. Мы заинтересованы в одном, что эта работа шла как проект тоже. Если мы сами собственную работу не можем поставить как проект, то, наверное, мы что-нибудь не понимаем в проектах. Мы из этого исходили. Тогда нам это удалось. Может быть, вам это удастся гораздо быстрее и эффективнее. Может быть, вам не понадобится ничего из наших ноу-хау. Я допускаю. Время другое, место другое. Вот, собственно, первый месседж, с которым я хотел бы к вам обратиться. Как я и обещал, это не мемуарный жанр, поэтому я не рассказываю ничего из того, как это развивалось. Там много было интересного, поучительного. Куда это шло, какие были следующие этапы. Если нужно будет или если это будет уместно с точки зрения излагаемого содержания, мы будем обращаться к кладезе исторического опыта. Но, в общем, важно не впасть в мемуарно-маразматический модус. К тому же, это в значительной степени как-то вывалено на сайт управляющей компании номер один, поэтому первичные представления можно оттуда получить. Если кто заинтересуется отдельно, пишите мне. И чтобы не тратить драгоценное время прагматической части участников, мы будем с вами этим обмениваться как ценители. Второй сюжет. Я хотел бы кратко перед тем, как мы пойдем, в обещанную сторону отнестись к мастер-классам, которые здесь проходят. В том числе и к прошедшему. Я на нем сидел и молчал, и в принципе, на большинство мне намерен молчать. Предприниматель, который приходит сюда, ничего не согласовывает ни с организаторами, ни со мной, ни с кафедрой. Он волен это сделать, волен не делать. И никто не подвергает то, что он говорит в цензуре. Хотя мы будем пытаться предварительно согласовывать выступления, чтобы человек не попал в какие-нибудь забавные ситуации. Зря я не тратил свое и чужое время на переповторы. Ну, в принципе, нормальный предприниматель, часто состоявшийся, во-первых, он сделал это, его успех неоспорим, и поэтому можно долго обсуждать, нравится вам, не нравится пуговица на его пиджаке, но есть результат. И сам факт результата заранее оправдывает все, чтобы он не говорил. Во-вторых, нормальный предприниматель похож на таких снежных барсов, опасных зверей, шерстистых, носорогов. Поэтому уже само его появление, пластика, возможность побыть в атмосфере, зарядиться энергией, не говоря о том, чтобы отойти в стороны и посовещаться, это некая ценность. И в этом смысле для меня важнее вот это, а не конкретное содержание того, что он говорит. В-третьих, как я уже говорил, люди, за редчайшим исключением, не в состоянии объяснить, как они что-то делают. Люди высокого уровня это понимают, они пытаются. Все попытки Иосифа Бродского разговорить на тему о том, как пишутся стихи, никогда ни к чему не приводили. Если вы возьмете книги-интервью с ним Соломона Волкова или книгу под редакцией Полунина, гениальной книги, я вам советую, он говорит мимоходом, проговаривается о фантастических вещах, но он никогда не пытается объяснить, тем более научить кого-то писать стихи. Понимая, что в паре язык-поэт, язык является субъектом, поэт является инструментом. В этом смысле предприниматель всегда инструмент некоторого поля, как бы его ни называли. И вот оно, если хочет, он предпринимает. Как только оно расхочется, он перестанет. Большинство людей этого не понимают. Предприниматели, в отличие от поэтов, народ гордый. Ну, точнее так, скажем, чем хреновее поэт, тем, значит, более он склонен описывать свой творческий путь и широким жестом приглашать в свою творческую лабораторию. У предпринимателей есть тоже некоторая такая зависимость, непрямая. Вот, поэтому они об этом не думают, но, в принципе, если задумаются, они это поймут. Поэтому самое неинтересное из того, что может вам сказать предприниматель, это, собственно, его теоретический взгляд на то, как устроено предпринимательство и его мысль о том, в чем состоит секрет успеха. И не комментируя дальше эту тему, я просто хотел бы сказать, что есть множество анекдотов, я не расскажу сам анекдот, я схему общую расскажу, где в центре сюжета к мэтру, миллиардеру приходит журналист или там юноша, или девушка и просит его рассказать о секретах мастерства, поделиться там и так далее. Это я к чему? Помните, вот у Лева была такая тема предпринимательство без денег, как это так называлось? Как стать предпринимателем без инвестиций, без денег, без стартового капитала? Сергей сегодня, по-моему, тоже в гораздо более деликатной форме, но там в презентации у него обозначена эта тема. Вы называли это безинвестиционной, да? Я видел, да-да. А в прошлый раз, помните, тут было тоже предложено задавать интересные вопросы, и когда там ерзающие слушатели сказали, слушайте, а вот откуда стартовый капитал 4 миллиона? Ответ был такой, слушайте, чего глупые вопросы задают? Ну, это самое неинтересное, их дело не относится. Ну, я был в банке, у меня там была доля, я взял и вложил в проект. По этому поводу я хотел вспомнить известный анекдот про то, как предпринимателю приходит, значит, страждущий, и начинает его деликатно спрашивать, откуда. И тот рассказывает, как вот однажды, будучи еще сорванцом, там по помойкам что-то собирал, нашел на помойке выброшенные кучи яблок, и одно из них, в принципе, ну, довольно-таки было нормальное. Он его там помыл, почистил, приклеил к нему казино, клеим листочек, обернул красиво и пошел продавать. Долго продавал, значит, продавал месяца два, продал. Значит, он аккуратненько получил доллар, пошел, купил на него в магазине для безработных два яблока. Эта история повторяется. И где-то к концу первого часа рассказа слушатель понимает, что он просто не доживет до, а мая не находится на 64-м яблоке. До, значит, первого трудового, значит, 100 тысяч, и вот и до рассказа, и до первой тонны яблок он не доживет точно. И говорит, слушайте, а можно вам один вопрос? Да, ну, неправильно, наверное, вас спросили, мы хотели спросить, как, собственно, вот вам удалось стать миллионером? Я говорю, дурацкие вопросы задавите, не мешайте. Ну, у меня была тетя в Австралии, она мне оставила миллион, я вложил дело, и, в общем, и дальше поступил так же, как я вам рассказываю. Я взял один миллион, обернул, там, пошел, продал, там, из нее сделал два, вот, а сейчас у меня 64. Поэтому, вот, пожалуйста, просьба учитывать мою точку зрения, когда вы встречаетесь с предпринимателями, что там важно, а что не важно, что интересно, а что неинтересно. А мы будем стараться избавлять вас по возможности от избытков теории и стремиться дать вам максимум прямого общения, энергетики, так сказать, и вот интересных рассказов. Когда, например, рассказывает истории из жизни, это гораздо круче, как вот у него все рухнуло и как он из этого выпутывался. По-прежнему, значит, я говорю вам с глубоким уважением к первому способу, что есть два способа овладения предпринимательством. И первый, и второй, какой бы ни был, значит, прежде всего это такое экзистенциальное событие, требует личных сил, просто в первом случае оно полностью кустарное, а во втором на каком-то этапе те люди, которые уже состояли, смогли, которые взяли, могут как-то ускорить свое обучение за счет АЗОВ технологии и стандартов. Помните, я вам говорил, что парашютистом надо быть, а потом есть технология. Я от этого никуда не отступаю. Напоминаю, что мы будем заниматься здесь технологией. И вот по поводу технологии, последний из мемуарного жанра, я тут вот искал этот буклет, нашел случайно другой. Десять лет назад, чуть даже больше, десять лет, несколько месяцев, мы провели первое раунд-шоу в здании МВБ, куда собрали там 130 предпринимателей, там было много фигульчик всяких, мы им дали в руку такого ископаемого предка Сайбеку, я в следующий раз осканирую, покажу, предка айфона. Это устройство для корпоративного взаимодействия через специальную внутреннюю радиосеть. Но они просто голосовали, мы им предложили сложную экспертизу в виде ветвящихся точек выбора, и они должны были в каждой точке ветвления сказать, куда бы они пошли, исходя из того, что они предприниматели. Но этому предшествовало закрытое письмо Совета директоров, это вот те люди, которых я там вам показывал. Вот эти люди в левой колонке, Милюков, Захаров, Павловский, Попух, Морозов, написали закрытое письмо, в котором они тогда впервые поставили проблему стандартов. Я просто прочту кратко, извините, по бумажке больше читать не буду, для того, чтобы не повторять плохими словами, сказанные однажды хорошим. И подписываюсь под тем, что сказали мы тогда. Уважаемые коллеги, нас разделяет бизнес, но объединяет предпринимательство. Для бизнесменов и всяких игроков-одиночек в силу самого характера их деятельности отсутствует способ содержательного объединения. Единственное, о чем можно договориться, установить честные правила конкурентной борьбы, нанять государство рефери, чтобы устраняло отморозков. На этом единство начинается и заканчивается. Предприниматель использует эффект второй производной, сверхэкономичный доход, который генерируется постоянным обновлением основного бизнеса. Предприниматель современный тип социальной инженерии, индустрии, переработки идеи, венчурные проекты, бизнес-схемы. Предприниматели представляют профессиональный, творческий, человеческий интерес друг для друга. У них есть предметы почвы для взаимопонимания и сотрудничества. Факт внутреннего единства здесь предопределяет возможность внешнего объединения. Итак, мысль номер один. Бизнесменам не на чем объединяться, они конкуренты по определению. Они могут просто договориться, как боксера на ринге, так не бить и поставить третьего, чтобы он проверял. Предприниматели устроены совершенно по-другому, у них тенденция обратная. По мере их развития будет выясняться, что чем выше они идут по схемам, чем круче их машины по производству бизнесов, тем больше у них не просто потенциал объединения, а необходимость. Они с какого-то момента оказываются к этому в каком-то смысле по-хорошему принуждены. Взаимодействие профессионалов естественно эффективно, когда касается главного, самого существенного в их деятельности. Для предпринимателей жизненным станет тот союз, который напрямую будет влиять на их способность предпринимать. Учреждения партийного, благотворительного, клубного типа едва ли здесь помогут. Естественное объединение для индейцев, боевой отряд или артель охотников. Пока ирокез потеет в президиуме, он теряет квалификацию метателя томогавков и рисует разучиться бесшумно ступать в макосинах по тропе войны. Российские союзы объединений чаще охотнее складывались не вокруг дела, а под лозунгом устранения подлинных либо воображаемых помех для него, борьбы с действительными или мнимыми вредителями. Конечно, поводов для оборонительных альянсов у предпринимателей сегодня хватает. В этом смысле опора, сама идеология опоры и отчасти деловой России и так далее, это вот давайте мы вот дружно возьмемся за руки временно, чтобы отбиться от государства. А когда мы от него отобьемся, дальше начнем конкурировать. То есть это такой защитный союз, призванный налетать в случае прибегать на помощь, если приехали пожарники, санэпидстанция, налоговая инспекция, отбились, разошлись. Все же, как представляется, к нашим устоятельствам по-прежнему применима центральная идея известного сборника Вехи. Цитирую, «подлинная российская проблема не в том, что несправедлива система распределения, а в нехватке того, что можно распределять. Сословие творцов и производителей всех типов у нас было относительно малочисленно, заражено трусоватостью и жуликоватостью, ему не доставят эффективности и профессионализмом. Поэтому главный вопрос сотрудничества предпринимателей – как больше предпринимать, а не как ловчее отбиваться. Лучшая защита нападения». Ну и вот, наконец, наступает то, ради чего, по поводу стандартов. Мы считаем, что основная производственная деятельность предпринимателя, а также обучение этой деятельности, ее информационное обеспечение и программное оснащение подлежат безотлагательной профессионализации и стандартизации. Казалось бы, предприниматель занимается творческой деятельностью. Какие это могут быть стандарты? Наглядный пример такой возможности – известная 30 лет система АРИС. Ну, сейчас она больше ТРИЗМ называется. Теория – красивое слово. Алгоритм решения изобретательной задачи. Конечно, если человеку не дана способность изобретать, система ему не поможет. Но факты упрямо утверждают. Если природные задатки имеются, то при прочих равных изобретателе, специально обученной и оснащенной стандартной технологией, изобретает во много раз больше. Я к тому, что вопрос о стандартной технологии не вчера возник и не я его один придумал. Ну и последний. Предпринимателю в процессе разработки схемы нового бизнеса нужны не столько услуги экспертов по отдельным элементам, сколько помощники в главном деле, специально обученные предпринимательству конструированию как регулярной деятельности. Это про вас. Нужна не суета офис-менеджеров и второстепенная информационная поддержка по частностям, а профессиональная нацеленность, натасканность на то, чтобы выхватить из потока творческого сознания новую идею, развернуть ее в предпринимательскую схему, затем в венчур-проект довести до бизнеса. Третий смысловой блок, короткий мой. Я тут должен буду вас немножко пообижать. Но я буду обижать самого себя, я не могу обижать других людей. А тут мои коллеги, которые наблюдают за этим, поговорили с несколькими участниками. Участники им сказали, ну, в принципе, то, что всегда и говорят. Ну, вообще, конечно, наверное, там правильно все говорится, только смущает то, что уж какая лекция идет, а Чернышов все разными словами одно и то же все говорит, повторяет. Оно и так все ясно, и мы с этим давно уже согласны. Это типичная ситуация, которая свидетельствует о том, ну, а чудес же не бывает, что покуда понимание, ну, не для всех, но для тех, кто так говорит, равно нулю. То есть, когда вы сталкиваетесь с тем, что вы слышите некоторую речь, дискурс, и вроде бы все понятно по отдельности, то непонятно только, почему предложение 5, а не 7, или 7, а не 2, и они все про одно и то же с разных сторон. Вот. То это означает, что вы ничего не понимаете, и это не обидно, это нормально, совершенно естественно. Поэтому тут есть две проблемы. Есть великая проблема, как стать предпринимателем, которую, к сожалению, мы пока в этом курсе не преодолеваем, и она вот требует некоторого чуда, способностей. И вторая, для тех, кто не собирается им быть, или для тех, кому дано, это как понять, что и как предпринимать. Проблема понимания совершенно отдельная, она касается не только и не стоит предпринимать. Проблема понимания, она может еще труднее. Понимать дано немногим. Как правило, это происходит через инсайт, далеко не со всеми, и подавляющее большинство людей умирает так, ни разу и не поняв ничего. Вот. И не испытав этого, значит, страшного чувства. По этому поводу я хотел рассказать то, что однажды рассказывал, по-моему, то ли здесь другими словами, то ли здесь, то ли вот к этому месту, как со мной впервые случилось от несчастья. Вот. Вот и буду обижать сам себя. Я заинтересовался жутко модной дисциплиной, она называлась системный анализ тогда. Безумное количество книжек выходило. По счастью, мне обломилось, и ко мне попала правильная книжка под названием Станфорд Опнер «Системный анализ для решения деловых промышленных проблем». Она недавно переиздана. Долгие годы она была раритетом. Она была издана непрофильным издательством «Советское радио» в каком-то лысом 72-м или 69-м году. Вот. И я ее читал. Все было мне естественно понятно. Немножко непонятно мне было, почему там пять глав, а не семь или не две. Вот. Я считал, что, как и положена книга, она повествует о чем-то. Я считал, что эта книга повествует там о бизнесе, естественно, и описывает его так же, как ботаника описывает растения, а человек, побывавший в Америке, описывает Америку. Короче, что вижу, то пою. Я воспринимал этот текст как некое повествование об антологической реальности, поскольку она мне неизвестна была. Слушай, я знаю, так это или не так. Я верю на слово. Опнер, американец, серьезные дела. Советский человек был воспитан на том, что если книга напечатана, то значит, все, что не написано, правда. И это очень важно. И газеты тоже. Вы можете у своих родителей, и, наверное, уже у бабушек, видеть все еще рудиментарную святую веру в любую бредень, которая печатается газетой типа аргументы и факты. Соответственно, по счастью, мне попалась на глаза вводная статья к этой книге, которая показалась мне еще круче и еще интереснее, чем сама книга. Автором моего был Спартак Петрович Никоноров. Я о нем ничего не знал. И я читал эту статью и преисполнялся представления о том, как это все будет, когда я займусь предпринимателем. В тот период на шестом курсе инфистеха меня достало в общежитие, и я снимал квартиру в Биберево. Ходил туда пешком, ну, в общем, быстрым шагом за час через рощу, через болото. Тут был более прямой путь. Биберево тогда было гигантским болотом, строительным лужей, где между домами простирались такие пустыри, заваленные стройматериалами. Пройти нельзя было. Квартира была однокомнатная, соседей я не знал. Дом стоял в середине вот такого болота. Телефона не было, и ближайший телефон-автомат, ему надо было идти минут 15, он часто не работал, до второго еще 10. Представить себе более уединенное место сейчас невозможно. Мобильная связь не существовала. Телевизионная сеть не была разведена по дому. Наверное, там была эта радиотрансляция, но у меня не было точки. Поэтому, когда я там находился вечером, то никто не мог позвонить ни по телефону, ни в дверь, ни каким иным путем нарушить. И я тоже ничего не мог сделать. И чисто случайно отдельные друзья могли там добраться, но это была редчайшая случайность. В таком состоянии я болел. При этом у меня было, видимо, измененное состояние сознания, поскольку 38,5 такая. И читал эту книжку. И вот тогда со мной случилось это несчастье. Я внимательно читал эту книжку, вводную статью. Мне не нравилось ее читать много раз. Я там разбирался, выписывал, конспектировал, как там все устроено, что такое PPBS, Planning Programming Budgeting System, что такое система PERD, как это все развивалось в оборонно-промышленном комплексе США. И в разгаре этой деятельности, в жару лежа на своем диване, я вдруг обнаружил мысль, которая меня потрясла, и которой точно не было. Я этот текст читал многократно, и я точно знал, что ее нет. И первое мое, естественно, убеждение было в том, что я сошел с ума или брежу, потому что на полях стояли пометки. Текст я читал неоднократно. В этом абзаце тоже были мои пометки. Но мысль, которая там находилась, ее там не было, и пометок моих на ней не было. Вот. Ну, я был твердо уверен, что это жар, тем более бывает. Стал я, значит, как бы листать дальше и в ходе разбирательства лихорадочного, я нашел еще одну мысль. И вот покуда я ее искал, это, знаете, как вы по лесу идете, вот уток, что прошли, и вдруг под ногами грибы, и не просто грибы белые, и не просто белые, а большие. Быть такого, естественно, не могло. Собственно, так вот каждый испытывает свою инициацию, я испытывал свою инициацию. Организм, видимо, под давлением целого ряда факторов, но их было много, я ничего не рассказываю. Там история была очень-очень напряженная, жизнь была на грани риска, в личной сфере тоже, друзья были страшно креативные, у нас был большой проект на физтехе, вот, и многое-многое другое. Вот, и все это сложилось вместе, вот, ситуация напоминающая специальное место, куда погружают людей, для того, чтобы они ощутили поток подсознательного, знаете, такая теплая жидкость температуры тела, вас туда погружают, вы ничего не слышите, не видите, не осязаете, и в этот момент у любого человека немедленно вычленяется поток пота или сверхсознательного, который он всегда испытывал, но не обращал на него внимания. Это отдельная тема. Вот, что же я обнаружил? Я боюсь, что мне вот не удавалось и не удастся вам сейчас объяснить, но не всем, а некоторым. Какая мысль содержалась в этой статье? Ну, извините, если она вам покажется банальной, тогда я просто счастлив. Вот, в одном случае и как бы по-прежнему грустно в другом. Она состояла в том, что эта книжка Опнера не имела никакого отношения к реальности и вообще про нее ничего не писала, и вообще про реальность никому ничего не известно, все зависит от того, какая реальность, чего вы хотите с ней сделать. Вот, и как вы ее видите? Она может быть в инфракрасном диапазоне, в ультрафиолетовом, она может быть квантовой и находиться на другой стороне Земли или в другом космосе. Наверное, значит, книга «Системный анализ» была нормативной моделью. Она давала людям инструмент. Она давала инструмент тем людям, которые хотели заниматься преобразованием существующих организаций. Она предлагала стандартную нормативную модель организации как системой решающей проблемы. Она представляла из себя набор из семи понятий. И эти семь понятий последовательно интерпретировались, развертывались и свертывались. И с ними автор играл так, как, если кто и читал «Игру в бисер». Вот, значит, мастер игры, он с этим инструментом упражнялся. И весь смысл книги был в том, чтобы продемонстрировать, как с помощью понятийной схемы решения проблем, состоящей из набора базовых понятий. Можно прийти в существующие организации и при некоторых условиях, при выполнении граничных условий, при наличии некоторых ресурсов, аккуратненько перепроектировать их и превратить их в стандартные машинки по решению проблем. Автор не утверждал, что любую организацию всегда можно. Нет, конечно, не любую, далеко не всегда. Он просто предлагал, еще раз, нормативную модель. Конечно, эта нормативная модель не была выдумана им из головы. Просто взял, нарисовал. Это не было утопией. Утопия от нормативной модели отличается тем, что утопия, вообще говоря, выражает личные пожелания автора и может быть внутренне противоречивая, абсолютно нереализуемая и даже смешная. Нормативная модель, вообще говоря, она отстаивается в опыте. Эта модель тоже была следствием 20-30-40-летнего опыта менеджмента западного. Она на себе уже несла отпечаток этой самой реальности непостижимой, но просто в том виде, что она долго билась об реальность и приняла форму реальности. Как Бродский пишет в стишке очень трогательном в книге «Часть речи» «В темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяю». Вот она, как безумное зеркало, повторяла черты вот этих организаций, об которые ее поколение системных аналитиков, правда, не всегда так назывались, долго било. И кое-что из системного анализа я вам сегодня покажу, потому что это имеет отношение, прямое отношение к теме, что такое предпринимательский проект. Системный анализ рассматривал любую организацию для нужд работы, он ее рассматривал, как систему, решающую проблему. Проблема системного анализа — это не вот лирика какая-то, так же, как отношение для нас. Это не отношение между Ромео и Джульеттой. Это определенный набор типов отношений по числу институтов, связанных с собственностью. А проблема — это система, заполняющая промежуток между действительной системой и желаемой системой. Вы приходите в организацию, как-то ее описываете и получаете дескриптивную модель. Как описываете эту отдельную тему? Потом вы берете, значит, ваш проект, чего вы хотите от этой организации, и делаете из нее желаемую систему. И это ваша нормативная модель. Вот решение проблемы — это система, заполняющая промежуток между дескриптивной моделью и нормативной моделью. Собственно, это и есть системный анализ, и больше ничего. Все розовые сопли, которые жевались во множестве книжек, значит, и бесконечный понос на эту тему. Я это все, к сожалению, читал года два, а потом горько жалел. Многочисленные кафедры, которые тогда существовали, я работал короткое время в Институте проблем организации управления, где научным академик Глушков, директором член-корджемерин, высший на пенсию представитель ГКНТ. Там была кафедра системного анализа, ей заведовал очень лощеный доктор наук, который часто звонил к нам в отдел и говорил, едва шевеля губами, я в болгарском подпрессе. Что он делал в болгарском подпрессе? Что это занесло? А потом два стукача, которые нас в отделе были, увидели, как его вели по улице, он шел по улице, за ним шли два человека по этой стороне улицы, по противоположной, сказали, что его уволят, его уволили. Значит, у нас была масса тогда в Советском Союзе вот таких вот кафедр, книги выпускались, но про системный анализ была вот эта книга, она была одна. И вот Никаноров объяснил простыми словами мне вот это, и заодно объяснил, что такое концептуальное мышление. Он объяснил, что концептуальное мышление простейший тип мышления, следующий после наивного. Наивное мышление, когда человек думает, что вот он читает текст про что-то, и это текст про это, и он смотрит на жизнь и видит жизнь. Концептуальное мышление первый шаг от первобытного общинного традиционного мышления, когда человек осознает, что между ним и предметом его деятельности простирается некоторые модельки, понятия, концептуальные схемы. И собственно он их-то и видит, он реальность не видит. По этому поводу я обратно отсылаю вас к мировой философии, к Канту и так далее, не обсуждая здесь своего отношения к нему, там она сложная. Вот. И системный анализ был типичным образцом работы для людей, которые преодолели первобытно общинный шаг, слезли с дерева, обнаружили, что между ними и предметом находится модель. Я почему вам про это говорю, напоминаю, что вот физики это те люди, которым это добродетель на физтехе, отчасти дана по счастью. Они имеют возможность заниматься экспериментальной физикой, погружая теоретические модельки в реальность и получая результат. Они могут не задумываться об этом, но они фактически работают, как если бы у них уже было понятийное мышление. У некоторых оно появится, у некоторых нет. Тот, кто будет часто менять предметы и по одному и тому же предмету часто менять модели и обнаружит, что одна и та же вроде бы реальность описывается абсолютно разно, добредет до принципа дополнительности, там и т.д. и т.п. Тот овладеет понятийным мышлением. Это не обязательно всем физикам. Ну, нравится вам это, значит, отрасль физики, привыкли вы к этим моделям, там еще не дописаны все диссертации, ну и себе рисуйте. Так же, как предприниматель. Предпринимается ему, предпринимается. Не мучайте его. Не заставляйте предпринимателя мучительно выдергиваться самого себя понятийной схемы, он вообще не знает, что это такое. И не слышал про это. Ну и хорошо, не надо ему и не надо. Значит, тем не менее нам, к сожалению, потребуются азы понятийного мышления, той части, которая хочет разобраться, что такое технология, той части, которая хочет немножко мировоззрения. То есть всем остальным, кроме тех счастливцев 11, может, они уже и ушли отсюда, которые честно написали в ответ, что как только они проект пролезут, они туда, значит, уйдут и больше всего они придут, точнее 8. Три извеживости написали, что они отсюда не уйдут. Остальным потребуется вот это. Поэтому сегодняшнюю тему, которую я обозначил, я назвал вот, что такое предпринимательский проект, имея в виду, что это не блажь какая-то, не методология, не упражнения умственные, а это вот как бы элементарный первый нулевой шаг, начиная с которого возникает способность понять, что такое технология предпринимательства. Без этого можно прекрасно жить, что я и вам и желаю. Но если вот мы уж туда полезли, то придется на этот вопрос поотвечать. Последнее предварительное замечание, совсем короткое, ну а чего изобретать велосипед? Есть же разные стандарты Project Management, да? Есть стандарт, и стандарты есть проектов, есть стандарт, самый известный PMI, Project Management Institute, есть обширная литература, книги всякие, курсы, интернет-ресурсы и вперед. Есть второй стандарт IPMA, International Project Management Association. Пожалуйста, они в принципе одно и то же, но я не знаю, вот год-два назад, когда я туда смотрел, еще не было инстанции, которая взяла бы на себя вот смелость взять, соотнести их и сказать, ребята, это одно и то же, закройте одну ассоциацию. А вот западный менеджмент устроен точно так, что там про одно и то же 10, 20, 30 направлений, и нет инстанции, которая сказала, ребята, ну вы это по пятому разу уже другими словами объясняете, вы этот продукт уже продавали 30 лет назад, потом 20 лет назад, потом 10 лет назад. Пока есть логи, которые покупают, пусть покупают, тем более продукт-то правильный, раз он уже вернулся в который раз. Ну, значит, есть задачки, они решаются. Я не стремлюсь сказать что-то плохое про рынок. Рынок чудесен. Но вот стандартов как минимум два. Поэтому, когда и если у вас возникнет ощущение, что я не очень уважительно отношусь к этим стандартам, это не так. Они на рынке. Рынок за нас уже решил, что они нужны. Это значит, что существует широкий класс задач, в котором эти стандарты эффективны. И широкий класс ситуаций, в которых надо учить эти стандарты. Я о другом. Годятся ли эти стандарты для нашего случая, для того, чтобы понять и стандартизировать, технологизировать предпринимательский проект. В этом смысле опять же есть процессное описание бизнеса. И оно работает во многих задачках. И всем нравится. И все любят. Есть куча литературы. Можно только задать один вопрос. Слушайте, а вот давайте мы ударение переставим. И будем говорить так, процессное описание бизнеса. А какие еще есть описания бизнеса? А откуда взялось процессное описание? А процессное описание, когда возникало, оно чего описывало? Какие процессы? А какое все это имеет отношение к бизнесу? Вообще, граждане дорогие. Собственно, эти вопросы потом Никаноров задал мне и другим. И я у него все это узнал. Когда-то он нашел его, попал к нему и так далее. И мне тоже обломилось найти там учителя. И даже не однажды, а несколько раз. Так вот, процессное описание бизнеса хорошо до тех пор, покуда бизнес можно и нужно описывать как процесс. С полным пониманием, что оно к нему никакого отношения не имеет. И про бизнес ничего нам не сообщает. Вы можете проверить, взяв какую-нибудь систему типа АРИС, и почитав там, собственно, понятийную схему. Эти квадратики и стрелочки. Работает и работает замечательно. Но вот, к сожалению, с предпринимательским проектом можно заранее твердо сказать, но понадобится, сделаем обоснование, если кто-то захочет. Только я не хочу ничего никому доказывать. Мы будем только объяснять. Оно, в общем, не описывает сути дела. Никакого отношения к ней не имеет. В этом смысле, когда мы налетаем на предпринимательский проект, мы налетаем на такую штуку, для которой и язык процессного описания малопригоден. Ну, он там внутри содержится, конечно. После многих редукций вы добредаете до процессного уровня и тоже рисуете стрелочки и квадратики. И там есть вход, процесс, выход, обратная связь, ради бога. Ну, хорошо, чтобы это все компьютер делал, а вам туда уже не лезть. Так же, как компьютер за вас считает, хотя, в принципе, можно остановить его, достать логорифмическую линейку или рифмометр, и вот убедиться в том, что он считает правильно, и вы можете вместо него это делать. Точно так же стандарты PMI и PMI никакого отношения к предпринимательству прямого не имеют, хотя какой-то слой не специфический, они опять-таки описывают. Поэтому еще раз, когда вот я буду сейчас вместе с вами разбираться с этим вопросом, то просьба не искать этого нет. В том, что я говорю, даже тени пренебрежения к процессным описаниям, моделям и к стандартам PMI и PMI. Просто они не про это. Точно так же, как я же не употребляю уравнение Шридингера для описания патриотического проекта. Это не означает, что оно мне не нравится или я с ним не согласен. Вот, все. Очень не люблю спорить по пустякам и очень не люблю подать ситуации, когда мне приписывают, часто бывает, какое-то там неуважительное или иное отношение к замечательному бизнесу. Он есть, он успешен и он не нуждается в хорошем или плохом отношении меня и любого другого препода с каких угодно капитров. Поэтому мы здесь не об этом. Именно потому, что это не понимается, я это попытаюсь объяснить еще раз. С учетом этого попробуем посмотреть на картинки и помогайте мне с этого момента, пожалуйста, недоумениями, там, вопросами, тормозами. Помогайте. как эту штуку? Спасибо. Как ее закрыть? А, если можете помочь, откройте, пожалуйста, мне презентацию. Или там, скажите, как экономить время. Я сейчас попробую ответить на вопрос, что такое проект вообще в широком смысле слова. Вообще, с большой буквы. Не предпринимательский, а любой другой. Ведь может быть же проект по созданию новой вещи и ракеты, где вот в нашем смысле слова никто собственностью не занимается. Королев же собственниками собственности не занимался. А он, видимо, упал в обморок. Ну, не страшно. Могут быть проекты, там, не знаю, создания мировой религии. Прошу прощения за кощунство. Мы же, на это, не посягаем, но там тоже употребимо до некоторой степени слово проект. Поэтому я хотел бы сначала вам нарисовать такую человеческую картинку, как устроен мир человека, который предпринимает проект. Детально ее не обсуждая, только ответив на вопрос, а необходимое. А потом, здесь вот этим колечком надо... Что-то... А, ну вот. Так. Так. Ага. Представьте себе, вот был у меня случай с Малявином, с китаистом. Когда я спросил его, вот мы занимаемся троичным подходом, у нас девятки, а почему и 3 грамм 8 штук? Ведь троичный подход глубоко свойственный, китайские традиции. Он сказал, ты разве не знаешь про пустое поле? Я сказал, нет, не знаю. Вот в Идзине, в Гадании, есть представление о пустом поле. Пустое поле находится вот здесь. Если мы гадаем, ну, слово настоящее, это одно из слов. Здесь должно быть четыре слова разных. Я вам скажу, какие. Если мы гадаем, что делать, то вот вокруг нас имеется 8 триграмм. Каждая из триграмм говорит нам что-то о том, что нам надо делать, но ни одна не говорит впрямую, что надо делать. И вот эта девятая пустая ячейка, она как раз то место, где стоит человек, который должен что-то в частности предпринять. Два слова в этих высоких категориях. Значит, и вокруг него находятся клетки, в которых самое простое это вот прошлое и будущее. Вроде считается, что мы знаем, что это такое. У него, естественно, есть какое-то прошлое, и он, предпринимая свой проект, имеет это прошлое или оно имеет его, не знаю. Оно в каком смысле есть. А у него, видимо, есть будущее, если сию минуту на него не упадет кирпич или часть стены. Но это тоже будущее, пока оно будет падать. Да. Это я использую и подход классификационный для описания ситуации проектной. Вот я тут стою в этой точке и хочу предпринять проект. И что меня окружает? То есть какие еще имеются ситуации, к которым я могу обратиться, сущности вокруг меня, к которым я могу обратиться с вопросом, что делать? Вот я стою и спрашиваю, что делать. А вот здесь я потом покажу человечков, стоит 8 человечек, или считайте, что это 8, 3 грамма дзына и вы, значит, от каждой 3 грамма получаете в гадании некий ответ. Только вы там раскинули косточки или монетку подбросили или в правильном гадании. Кто, коллеги, знает, как осуществляется гадание в книге перемен? В книге перемен. Ух ты, слушайте. Ну, я попал. Ну да, вы знаете. Почти всем цивилизациям древности было свойственной гадательной практике и не надо, значит, делать такие губки топорщики. Это был во многом эффективный и тогда безальтернативный способ принятия решений. Но гадательная практика не означало, что там я просто вот от балды кто-то кого-то спрашивал, он мне нес какую-то чепуху. И дзын, это вот какая практика. Там существовало 8,3 грамм или 64 гексограмма. Это такие специальные, стандартные, ну, типа, значков матрицы, но, грубо говоря, три горизонтальные черты, каждый из которых может быть прерывной или сплошной. И вот их по комбинатурике ровно 8, и каждый из них имел некую интерпретацию в культуре. Значит, человек предпринимал некоторые действия по соотнесению своей ситуации вот с этими табличками и получал в ответ одну из триграмм или одну из гексограмм. Он открывал книгу комментариев, значит, Джоусскую, там, например, более подробную или самую первичную и читал. Вот он, значит, должен был принять решение, идти ли мне с войной или не идти на царство Джу. Вот. И ему открывалось, значит, триграмма, где он читал к ней комментарии и комментарий гласил, что путник, пришедший к большой реке на закате увидит трех драконов. Он чесал репу и думал, какие драконы, какая река, захлопал книжку и уходил. Но древние люди, они не таковы были. Они либо хлопали себя по лбу и говорят, блин, какой же я был дурак, драконов же три, а я-то козел. А, значит, либо они говорят, ничего не понимаю, но что-то в этом есть, тогда они брали Джоусскую книгу комментариев, где были более подробные комментарии, или они проводили еще один цикл гаданий, доходили до гексограмм и получали более конкретный ответ до тех пор, пока Дочок не прочитывал в этом ответе значит, ситуацию. То есть, грубо говоря, смысл классификационного подхода и так называемого гадания состоял в том, чтобы отождествить свою ситуацию с одной из стандартных ситуаций. Стандартных ситуаций по большому счету в три грамма как три грамма было восемь, а гексограмм там, соответственно, значит, восемь и восемь. Значит, каждая ситуация имела толкование, что в ней происходит и что надо делать. И человек получал ответ, что надо делать. Это, грубо говоря, самый первый в истории стандартный подход. Когда книга, значит, перемен предлагала стандартные ответы, надо только было догадаться, какой из стандартных ответов подходит к вашей ситуации. Значит, гадание, там была технология определенная, она включала в себя элементы иррационального, как будто предприниматель, когда решает, что делать, не включает элементы иррационального. Они, конечно, есть и сейчас, только тогда они были гораздо более культурные. То есть человек, который гадает по книге перемен, должен был, насколько я помню, сесть на оциновку, определенную позу ритуальную, строго лицом, условно, на восток, воскурить, значит, специальные курильницы, возможно, там содержались какие-то психотропные часа, может быть и нет, не знаю, взять набор коротких и длинных стержней и с ними такой разыграть сложный пасьянс, но при этом он должен был медитировать о той ситуации, в которой он находится, то есть концентрироваться на том, что с ним происходит и что он должен решить. То есть все время напряженно думать о том, в какое положение он попал. Вы можете зайти на соответствующие сайты и проверить то, что когда вы первый раз действительно гадаете по более простой технологии, значит, подкидывая монетку, то первый раз неизменно вы получаете очень правоподобный ответ. Если вы начнете играть, шутить, говорить, что вы не согласны, там, мухлевать, то все это разрушается. Но первый раз всегда получается правильный ответ. Это американцы заметили. Значит, он расклад пасьянс, получает набор коротких длинных стержней, и это есть ответ, какая триграмма, он берет триграмма и начинает с ней работать. Это подсказка, подсказка из культуры. В принципе, вся культура всегда работала так, просто она либо явно эту ситуацию делает, но в каком-то смысле трис, он устроен абсолютно так же. надо просто постараться все, что можно формализовать, а все, что нельзя формализовывать, сконцентрировать, очистить и, значит, заставить вас внимательно подумать о том, что именно вот сейчас вы решаете, какую проблему вы решаете. И после этого, значит, совершить скачок к культуру, которая всегда была, есть и будет, набором стандартных ответов. Вопрос в том, как отождествить ситуацию с стандартными ответами. Чем более развитая сфера, тем меньше остается вот этого интуитивного момента или мистического, и тем менее он заметен. Грубо говоря, возникают там способы, когда вы просто берете там вещи и ее каким-то сканером проверяете, и сканер вам сообщает, каков набор химических веществ это вещи. Вы же не проверяете, как устроен сканер, вы его получили в готовом виде. Но вроде как это не мистик, уже прибор я на кнопку нажал, а ситуация ничем не отличается. Пока прибора нет, это дело предпринимателя. Предприниматель каждый раз в каждой ситуации интуитивно решает. Кинут, не кинут. Пойти туда, пойти обратно. Работать с этим человеком, не работать. Брать кредит, не брать кредит. Повысить цены, понизить цены. Но постоянно он получает от менеджмента совет. Как мы вот здесь уже обсуждали, проблема сейчас людей, которые открывают венчурный бизнес, не в том, что нет советов. Проблема в том, что в этих советах можно утонуть. Их уже вот курсов по поводу того, как надо выбирать, значит, момент для там обращения к бизнес-ангелам, их уже так, что вы не успеете так много, что не успеете просто как бы оглавление прочесть. Не то, что пойти и послушать человека. Поэтому вам ситуация абсолютно идзинская. Только у вас этих гексограмм, немеряное количество и непрописанная процедура, и вы лично должны, значит, без этого коврика, без пасьянства, без благовоний, без культуры, от балды, сам на себя брать риск в каждой ситуации. Так вот, прошлое и будущее понятно. Трансцендентное и монетное. Ну, это довольно просто. Значит, монетное, грубо говоря, то, что мне дано как предмет, вот тут, стол и монетин. Трансцендентное, вот, скажем, идеал равенства, справедливости или свободы. Он вроде как есть, и я вроде причастен, и я могу испытывать склонность либо к тому, либо к другому, либо к братству. Но его здесь нет, и я не могу его пальцем поковырять и показать вам, достать и предъявить. Вот все трансцендентное, оно присутствует в нашей жизни, но его невозможно вот как бы зафиксировать, материализовать, превратить в предмет, поковырять, показать другим. Я буду опошлять все. Номинальное, реальное, больше всего похожее, я не, это номинализм, реализм, это понять средневековую философию, но проще всего понимать, что номинальное, это вот то, что описано в теории, и поэтому существует как набор теоретических моделей. Номинальное, это больше всего похоже на дескриптивную модель, то есть она описывает ситуацию, как она есть, как она описывает отдельный вопрос. А реально это то, что описывает ситуацию такой, какой вы хотите ее создать. Почувствуйте разницу, это дискриптивная, нормативная модель, это вот, грубо говоря, ваш проект в смысле желаемого находится вот здесь. Он реален в том смысле, что его действительно реально осуществить. Если его нереально осуществить, это утопия, это нереальное. Вы можете захотеть, вывести породу шестиухих единоровов. На этой планете, в этой реальности у вас это не получится, к сожалению. Ну и наконец, гносилогическое и логическое, я вам просто на примере объясню. Так, как выйти из этой штуки? Давайте картинку включим. Последнее, я больше не буду вас мучить. Одиночные вордовские файлы с картинкой. Я сейчас заменю эти сущности на человечков и будет ситуация простая. Вот предприниматели, при нем 8 консультантов. И каждый ему говорит примерно то, что здесь было, только это все банализировано.